Сегодня рано утром я увидел сообщение в своем телеграм-канале, который организован для выпускников курса биржа для чайников, панические настроения о том, что акции Apple и Tesla резко обвалились в цене. И люди спрашивали, не начался ли кризис. Нет, кризис не начался, это произошел обыкновенный сплит. Сейчас объясню, что это такое. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Как я уже сказал, сегодня с утра, сегодня 1 сентября, вчера было 31 августа. И сегодня с утра акции Tesla и Apple вдруг стали стоить, соответственно, там в 5 и в 4 раза, насколько я помню, дешевле, чем они стоили до этого накануне. Что же произошло? Ну, на самом деле произошел сплит, так называемый. Сплит это то же самое, что в рублях, например, деноминация. Мы все знаем, что такое деноминация в рублях. Смотрите, когда рубль падает, то... Что такое рубль падает? Это значит, что цены растут, инфляция, и значит, там доллар растет в цене и так далее. И постепенно, значит, в Советском Союзе были какие купюры? Был 1 рубль, там 5 рублей, 10 рублей и 25-ка была, четвертак, так называемый. Потом, когда пошла перестройка, и вот инфляция, это постепенно появились 50 рублей, 100, 1000, потом 5000, 10 тысяч, там, ну и так далее. И возникла ситуация, что нулей слишком много, давайте-ка мы уберем эти нули. Деноминация. Берут, отрезают нули. Что произошло? Ну, люди, у которых была купюра, например, 10 тысяч рублей, то эта же купюра становится, значит, ну, есть новая купюра 10 рублей. И они по покупательной способности абсолютно одинаковые. На 10 рублей новых можно купить то же самое, что на 10 тысяч, например, старых рублей, если зачеркивается 3 нуля. Ну, это делается для удобства, потому что, ну, чтобы были копейки и так далее, так сказать, ну, просто удобно считать. А что же происходит с акциями? Смотрите, акции непрерывно растут. И когда инфляция, то стоимость акций действительно непрерывно растет. Вот, насколько они далеко растут. Да сколько угодно могут вырасти акции. Это не так важно, потому что предел акций, предел роста акций, ну, не существует. В принципе, потому что, что такое акции? Акции – это доля в собственности компании. А компания – это вот, ну, скажем, по оценке, когда выходит на IPO, то, соответственно, есть аудиторская оценка. Компания оценивается сколько там миллиардов долларов или рублей. И, соответственно, выпускается примерно какое-то количество акций. Оно объявляется заранее. И вся стоимость компании делится на это количество акций. Соответственно, ну, акции – это вот доля в компании. Там одна миллионная, одна сто миллионная и так далее. В зависимости от того, сколько акций выпущено. И, соответственно, получается, что когда компания получает прибыль, ее стоимость увеличивается непрерывно. И, значит, соответственно, стоимость акций увеличивается, потому что количество акций никак не меняется. И постепенно есть ряд компаний, например, которые наиболее успешные. Они вырываются вперед, и их стоимость растет очень сильно и, скажем, вырастает до полутора-двух тысяч долларов. То вот именно это и произошло с акциями Apple и с акциями Tesla. То есть Tesla выросла, ну, почти до двух тысяч долларов. А Apple выросла там до 1500 долларов. Поэтому, смотрите, что это одна акция, понимаете? И есть еще один претендент такой же – это акции Amazon. Они пока еще не прошли сплит, но я думаю, что это не за горами. Одна акция, представьте себе, стоит полторы или две тысячи долларов. Но у нас далеко не каждый инвестор способен купить одну хотя бы акцию такую. Ну, есть такие вот акции, которые, ну, дорогие. А в среднем акция стоит, ну, примерно, там, 40, там, в районе 100 долларов. Вот обычные акции. А тут тысяча долларов, это полторы тысячи долларов, две тысячи долларов. И, например, есть инвесторы, которые формируют портфель свой. И при формировании портфеля, вы знаете, основной принцип – это диверсификация. То есть портфель должен разбить, там, состоять из, скажем, ну, 20 компаний. Акции 20 компаний, например, да? Если это 20 компаний, то получается, если равномерно распределить, предположим, да, то получается 5% всех денег мы вкладываем в одну компанию, 5% в другую, 5% в третью. Таким образом, мы равномерно раздробили весь свой, все инвестиции на 20 компаний, на акции 20 компаний. Ну, а теперь смотрите, если мы хотим, чтобы в нашем портфеле присутствовала, скажем, компания Apple, она очень хорошо растет, или компания Tesla, которая, ну, кажется кому-то, что это очень выгодно предложение, потому что она также очень здорово растет, и, например, человек хочет купить, вот сделать такой портфель. Соответственно, у него только одна акция, скажем, компании Apple или Tesla, и если это одна двадцатая часть портфеля, то, значит, соответственно, портфель должен быть минимальный, чтобы соответствовать вот такой диверсификации. Ну, предположим, вот если в случае с Tesla, там, если она стоит, там, в районе 2000 долларов, то получается 2000 умножаем на 20, получается 40 тысяч долларов минимальный портфель, который будет диверсифицирован, но это не очень удобно, потому что, ну, или покупай одну акцию, там, то есть он будет однобокий как-то. Вот для того, чтобы не было такой однобокости, что делают люди? Люди, ну, компании говорят, ну, а мы решили произвести сплит акций, то есть, соответственно, количество акций увеличивается, то есть, когда динаминация у нас количество нуля и зачеркивается там в тысячу раз, а здесь наоборот, количество акций увеличивается в какое-то количество раз. Вводится коэффициент, скажем, 5 или 4. Что это значит? Это значит, что если у вас была, скажем, одна акция Apple до 31 августа, то в результате, если вы посмотрите, то у вас вместо одной акции появится 5 акций Apple, если 1 к 5 сплит происходит, или 4 акции Tesla, если 1 к 4 в случае с Теслой. Вот. И поэтому, вот, от перестановки слагаемых сумм не меняется, что называется. Здесь, в данном случае, со множителей. Если у вас в акции Apple было вложено, скажем, в одну акцию было вложено, сколько там, ну, насколько я помню, там 400 или 500 долларов она стоила, делим это на 5, получается, соответственно, вот 132.67 сейчас за акцию. Но уже 5 штук. Вот, собственно говоря, что такое сплит. То есть, смотрите, у вас было вложено или там, ну, в определенную компанию, скажем, 2000 долларов, и это была одна акция. Теперь это 2000 долларов и уже 4 акции или 5 акций, в зависимости от того, в какой пропорции произошел сплит. Но от этого стоимость компании не изменилась, ваши деньги никуда не исчезли, то есть, у вас была одна акция, стало 4. Ничего равным счетом не изменилось. Вот и все, собственно говоря. Ну, а к чему ведет вот этот так называемый сплит? Но предполагалось, что, предполагается, что после сплита стоимость акции должна вырасти, и она вот, мы сейчас видим на графике вот это Apple, а вот это вот Tesla. Ну, здесь уже сразу графики приведены к одной величине, то есть, это уже новая цена, уже сплитированных акций, то есть, в момент открытия только было вертикально вниз. Вот, сейчас все устаканилось в графиках. Что происходит с акциями? Смотрите, акции стали более доступны, то есть, более широкий круг инвесторов способен теперь купить эти акции, и, соответственно, на них немножечко вырос спрос, и, соответственно, они немножечко выросли в цене. Я думаю, что это ненадолго, они достаточно скоро должны устаканиться, и будет все то же самое. Ничего ровным счетом не происходит, не надо никакой паники, никакого кризиса. Ну, по крайней мере, это не сигнализирует о начале кризиса, это сигнализирует только о сплите акций. Я думаю, что это не последние компании, которые проходят процедуру сплита, потому что доллары печатаются, и все эти напечатанные доллары идут на фондовый рынок. Соответственно, получается, что стоимость акций растет. И вот я могу сказать, что, наверное, Амазон. Давайте посмотрим. Амазон. Вот акции Амазон. Так, нет, вот эти я выберу. Ой. На бирже СПБ. Вот они стоят 3 тысячи. 3 тысячи 488 долларов. Вот вы можете купить хотя бы одну акцию Амазон? Я предполагаю, что, ну, будет там 1 к 5, 1 к 6, где-то тоже сплит акций как минимум. А может и 1 к 10, почему нет? 348 долларов за акцию, 1 к 10 вполне возможно. То есть, я думаю, что будет в ближайшее время сплит акций Амазон. Ничего страшного при этом не произойдет. Просто акций, их станет больше количество. Вот и все. Ну, а что бывает с акциями, которые снижаются в цене? Ну, смотрите. Есть акции, которые могут стоить, ну, например, копейки. В частности, акции ВТБ. Их было выпущено очень-очень много. И там они стоят какие-то копейки. Вот, посмотрите. Акции банка ВТБ. Стоимостью 3,5 копейки сейчас. Вот, за штуку. Но на Нью-Йоркской бирже это невозможно, потому что там есть условие, что если акции снижаются ниже, чем 1 доллар, то они, значит, предлагают либо увеличить их как-то стоимость, то есть, наоборот, укрупнить пакет, чтобы они стоили выше доллара, потому что акции должны стоить там в районе 100 долларов. Ну, если меньше доллара, то, короче говоря, они происходят в процедуру делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поэтому вот такие процедуры происходят. То есть, смотрите, если акция слишком дорогая, то происходит сплит. Если акция слишком дешевая, то либо укрупнение пакетов, либо, значит, соответственно, делистинг, уход с биржи. Вот такие дела происходят с акциями. Еще раз, ничего страшного. Надеюсь, что это видео кого-то успокоит, кто волновался. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok